МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите первую программу о битве двух неживых предметов грядки номер один и грядки номер два. Новый уникальный проект, где вы, дорогие телезрители, станете свидетелями необычного соперничества. Два огородника посадят две одинаковые грядки с двумя одинаковыми овощами. Но они будут использовать разные технологии при посадке и при выращивании. Поведит тот, чей урожай будет больше и богаче. Ну а пока давайте посмотрим на тот участок, где будут посажены те самые две грядки, которые будут соперничать друг с другом. Вот он, наш будущий дизайнерский огород. Запомните его таким. Заросшим травой, с неприглядным забором и запущенными кустами. Но дизайнерские руки, да и ноги уже совсем близко. Однако прежде чем познакомить вас с дизайнером, давайте вместе с вами вернемся в прошлое, буквально на две недели назад, где я вместе со специалистом дам несколько советов, как обработать участок от вредных насекомых. На самом деле никакого апокалипсиса. Просто мы готовимся обработать наш участок средствами от клещей и комаров. Оказывается, сделать это можно сейчас в современном мире своими собственными силами, без помощи специалистов. Но поскольку я это буду делать своими руками впервые, я все-таки попрошу помощи у специалиста. Лен, с чего начнем? Я так понимаю, что это какое-то средство жиденькое, которое нужно разбавить, добавить в нашу емкость, и уже, собственно, потом все распылять по участку. Соответственно, это концентрат. Его необходимо развести с водой. Для того, чтобы это сделать, нам необходимо взять с вами литровую бутылку, любую пустую. Вот такая подойдет? Конечно. Если мы хотим обработать и от клещей, и от комаров, предположительно, мы знаем, что в этом районе у нас обитает иксодовое клеще. То есть это будет примерно 50 мл на 10 л воды. Здесь уже все по бутылочкам разлито, поэтому вы не ошибетесь. Для нас, для дилетантов, конечно, лучше покупать сразу четко отмеренную дозу, препарата. Все делаю правильно, да? Правильно, все. Берем наш шланг. Мы все-таки находимся на садовом участке. Он здесь появился не просто так. И сейчас по нашей команде. Водичка, лейся! Скажите, когда стоп, блин. Хватит, хватит. Боевой раствор против клещей и комаров у нас готов. Что делаем с ним дальше, Елена? Мы немножечко его размешиваем. Размешиваем уже непосредственно в емкости. Можно как-то, как самилия? Можно. Получился такой раствор молочного света. Все, достаточно. Этап следующий. Самоемкость. Это обычный опрыскиватель садовый, который есть у любого. У любого магазина, собственно, можно его купить. Абсолютно. Мне кажется, он тоже недорого достаточно. Да, затем мы заливаем полученный раствор. И теперь этот раствор можно полностью... Семью литрами. Семью литрами раздавить. Друзья, запоминайте. 50 миллилитров средства. Где-то примерно литр воды, чтобы получить сам раствор белого цвета. И 7 литров воды для того, чтобы всю эту гремучую смесь, для комаров имеется в виду, и для клещей гремучую, получить. Шланг у нас высокотехнологичный. И включается он по хлопку. Водичка лейся. О, пошел раствор. Так, наша смесь готова. Осталось ее закрыть. Ну, а как так получилось, что профессиональный препарат стал появляться в обычных садовых магазинах, и фактически любой желающий может воспользоваться профессиональным средством с ними сегодня? Дело в том, что тут сработало сарафанное радио, и люди стали узнавать, что в принципе есть такие препараты. Ведь раньше их невозможно было достать. Они были предназначены только для профессиональных обработок. Человек может самостоятельно, в соответствии с инструкцией по применению, обработать свой участок от клещей. Потому что проблема с клещами и комарами, которые являются переносчиками инфекционных заболеваний, она существует, и она очень серьезная. Да, я помню, услышали слово «клещи», сразу звонили специалистам. Ну что ж, теперь давайте убедимся в действии. Пойдем на наш участок и обработаем его. Ну вот, я так понимаю, пришли мы на участок, который будем сейчас обрабатывать. Здесь много всего, я уже чувствую. Лена, ну, для начала от вас пару советов. Если вы хотите обработать от клещей, у вас их много, вы знаете, то, конечно, желательно делать обработку ранней весной. А лучше всего, как только снег сошел, появились первые проталины. Надо помнить, что клещ не любит света. То есть, когда чисто ухоженный газончик, солнышко припекает, это минимизирует риски появления клеща на участке. Покажите, как правильно я все делаю? Ну да, это помповый насос, нужно накачивать. Так, не забываем про средства защиты. Не забываем обязательно. Не допускайте беременных женщин, детей к обработке. В первую очередь делайте обработку дорожек, затем низкие кустарники. Желательно выйти за периметр и сделать где-то полтора-два метра, ну, так называемый защитный барьер. Это вот что касается клещей. Когда вы обрабатываете от комаров, нужно иметь в виду, что это разные биологические объекты. Клещи ползают, комары летают. При обработке от комаров существует два, скажем так, метода. Это лорвицидная обработка и эмагоцидная. Лорвицидная – это означает, что нужно избавляться от личинок комаров и местных выплодок. Например, мы нашли на этом участке ведро с водой. Вот как раз, да? Которое буквально несколько дней туда попала дождевая вода. И, пожалуйста, плодитесь, размножайтесь в комарике. Правильно понимаю? Да. То есть необходимо осушать эти емкости. Просто переворачивайте. Конечно. Если уж разбрасывайте, то разбрасывайте до конца. Вот так, например. Будь сухими, будь комаров. Ну вот и закончилась обработка нашего огромного участка. В том числе того участка, где находится наша клумба. Совет от специалистов. Делать это нужно заранее, буквально за неделю, за две до того, как начались огородные работы. Ну а чтобы начать это противостояние для начала, нужно представить по логике участников этого противостояния. Сами грядки. Появятся они где-то здесь, вот на этом декоративном огороде. Одну грядку буду делать я, как огородник. Другую грядку будет делать профессиональный ландшафтный дизайнер Наталья Борисова. Сейчас она как раз занимается разработкой проектов. Собственно, я сейчас предлагаю посмотреть на эти проекты. Для нашего крошечного участка она подготовила сразу шесть проектов. И, внимание, секрет от дизайнера Натальи Борисовой. Если у вас небольшой участок правильной формы, то и разбивать его следует геометрическими фигурами правильной формы. Какой из этих проектов подойдет нашему огороду, пока секрет. Одно известно. Заказ на формы для грядок уже сделан. И через несколько минут мы узнаем, как они выглядят. Проекты мы посмотрели, Наташа. Вот опять возвращаемся в наш дизайнерский огород. Наталья Борисова карьеру ландшафтного дизайнера начала с 2005 года. Имеет два образования по специальности. Профессиональный садовник и ландшафтный дизайнер. Имеет свою мастерскую ландшафтного дизайна. За 10 лет работы Наталье создано тысячи дизайнерских проектов. Из них сотни воплощены в жизнь. Из всех принципов проектирования есть один, которому Наталья следует неукоснительно. И это принцип польза, прочность, красота. Глядя на твои проекты, ощущался какой-то масштаб, ощущался действительно огород. А тут, извини меня, почти мой какой-то огородик. Неужели здесь тоже все будет выглядеть так масштабно? И неужели с этого огорода вся семья будет питаться всю зиму овощами? Вся семья будет питаться всю зиму овощами. Будут выращены в большом количестве разнообразные пряные травы. Будут и традиционные огурцы, томаты, перцы. Все, что мы любим видеть на наших огородах и столах в дальнейшем. Даже на такой площади мы можем устроить обалденно вкусный, красивый, функциональный огород. Все это практически, что ты перечислила, будет на одной грядке произрастать? Будет на одной грядке. Слушай, а по проекту мы напомним нашим телезрителям, что одна из главных тем нашего проекта – две грядки, которые соревнуются друг с другом. Грядка Натальи, грядка моя. Наташа, я, если честно, теряюсь, не запомнил твой проект. Где примерно будет моя грядка? Твоя грядка будет с этой стороны располагаться. То есть вот здесь, да, где-то она будет? Да, здесь. Здесь будет грядка. Напротив будет моя. Руки так и чешутся, они начать работать. Кстати, обратите внимание на лопату, которой я работаю. Это лопата эргономичной конструкции. Сделана она так, что ею можно работать в комфортном положении тела, если я правильно, конечно, выражаюсь. Могу, например, стоять, нажимать, стоять, нажимать. Наташа, ну, лопата, конечно, хорошая вещь. А вообще, на твой взгляд, на взгляд профессионала, дизайнера, все ли правильно я сейчас делаю? В принципе, конечно, правильно, но прежде чем вскапывать свою часть участка под огород, нужно понимать, где что будет располагаться в наших грядках. Наташа, ну, как раз для этого существуют наши замечательные графические советы, составленные тобой. Они так и называются. Советы от дизайнера Натальи Борисовой. С одной стороны, огород у нас маленький, с другой, все мы знаем о неблагоприятном соседстве овощей и других культур. На самом деле, могут они и подружиться. Главное, знать, что и с чем сажать. Вот советы от нашего дизайнера. Сажая клубнику, посадите рядом фасоль, шпинат и петрушку. Рядом с томатами, редис, салат и шпинат. Капуста любит сельдерей, укроп, салат и огурцы. Все обязательно сажают огурцы, с ними по соседству можно разместить фасоль, сельдерей, салат, чеснок и шпинат. Ну, а теперь подробнее об условиях нашего соперничества, соперничества наших грядок. Все дело в том, что я буду ухаживать за своей грядкой традиционными способами, ибо я считаю, что никакие удобрения покупать в магазине не надо. Обойтись можно вообще обычной лопатой и подручными средствами для того, чтобы помидоры выросли с бычью голову. Вот Наташа будет отстаивать высокие технологии, и вообще я и не верю, что с помощью всяких покупных вещей можно добиться того же результата. А я докажу, что новые технологии, все новые гаджеты только способствуют для того, чтобы облегчить путь к введению огорода, чтобы это было легко, удобно и красиво. А какие вот за последние годы ты можешь перечислить вообще гаджеты, высокие технологии? Ручной культиватор. Например. Может быть, ты тогда их скопаешь? Да легко. Я справлюсь с ручным культиватором. С лопатой мне будет справиться тяжелее. Мне кажется, легко это все-таки лопата, а ваши высокие технологии... Давайте посмотрим, собственно, насколько они легкие применения. Давайте попробуем. Давайте. Ну что, Наташа, давай посмотрим, насколько просто. Не то чтобы в применении, а в сборке наш культиватор. Тебе какой? Подлиннее, покороче? Подлиннее. Ну, действительно, просто применение, Наташа, что тут уж греха-то есть, действительно хороший культиватор. Мне нравится, по крайней мере, тем, что еще даже двух минут, по-моему, не прошло, как мы собрали альтернативные лопати орудия труда. Причем, обратите внимание, друзья, делаем мы это без помощи отверток. Спокойно берем и закручиваем. Ну что ж, наш культиватор готов. Я повторюсь, что пользоваться я им не привык, поэтому доверю его Наталье. Наташа, покажи, насколько просто им пользоваться. Раз, посмотрите, два. И корни выворачивает. И огромные глыбы разрыхляет. И нагибаться с ним не надо. Да, не устает спина. За счет того, что можно подогнать под любой рост. Правильно, Наташа? И по росту, да, можно подогнать. Потом идет нагрузка на плечи, а не на позвоночник, что очень удобно. Да, даже пожилые люди легко справятся и быстрее с этим, с культиватором сручным вспашут свои огороды. Наташа, ты смотри, аккуратненько на мою грядку-то не заступать к этим культиваторам, свою грядку отрабатывать. Я сейчас тоже для сравнения проверю все-таки, чем легче лопатой или культиватором. Кстати, вот таким культиватором можно спокойненько избавляться от корней, которые сидят глубоко в земле. Особенно от одуванчиков, если у вас их очень много. От одуванчиков, да, мне кажется, это беда вообще любого садового участка. Корни у них очень мощные. Корни мощные. Глубоко растут. Понравилось, да, Сережа? Ну, пожалуйста, смотрите, здесь мы не скроем, что первичная обработка участка была проведена лопатами обычными. А вот мы сейчас за этими же лопатами, посмотрите, сколько корней вылазит. А так, конечно, культиватор прекрасен, даже тебе немножко завидую. Передаю тебе ваше орудие труда. Пожалуйста, направляйтесь на свою грядку. Я беру лопату и иду на свою грядку. Редактор субтитров А.Семкин Ну что, Наташ, не прошло и полгода, как вскопали мы с тобой кто-то культиватором, кто-то традиционной лопатой свои участки. Надо отдать должное, что сначала то место, где должна быть моя грядка, я копал лопатой, то место, где должна быть грядка Наташи, была вскопана культиватором. Но помимо грядки Наташи и моей грядки, здесь должны быть и клумбы. И эти места мы копали уже вместе, работали вместе. И можно сказать, наши с тобой орудия труда, как и мы с тобой подружились. Потому что настоящие соперники должны дружить друг с другом. Однозначно, да, согласна. Наташ, ну вот прежде чем сейчас обозначить, а совсем скоро мы уже обозначим наши грядки, что нужно еще сделать на этом участке? Я предлагаю застелить нетканным материалом, чтобы предотвратить появление сорняков. Потому что сорняки вообще у нас живут очень долго, некоторые 300 лет семена сорняков живут. И для того, чтобы облегчить труд садовода, мы застелим всю нашу площадь, в том числе там же, где будут дорожки, мы застелим нетканным материалом. Перестрахуемся. Твоя ткань непробиваемая. Непробиваемая, да. Она будет нашей страховкой от сорняков. Я видел, конечно, тут и корешки одуванчиков. Ну, вы сами видели, что здесь росло раньше. Несмотря на то, что мы и лопатой, и замечательным культиватором все это порубили, мало ли что может вылезти дальше. Ну что ж, не будем томить. Пойдем за нашим материалом. Давай, Наташа, сразу вспоминается, знаешь, как в детстве двое детей застилают одну большую кровать. А у нас с тобой один большой дизайнерский огород. Мы сейчас вот этот вот кусочек отрежем, да, и поселим его на ту сторону. Давай, тогда мы вот на эту сторону вытягиваем. Давай. Все. Больше сюда, значит? Да. Остатки у нас всегда сладкие. Они закроют те участки, которые у нас остались неприкрыты. Ну что ж, Наташа, укрыли мы наш участок от сорняков, точнее, почти укрыли. Я повторюсь, что моя часть осталась не совсем прикрытой. Но это ничего страшного. Главное, что буквально совсем скоро вы уже увидите, как будет выглядеть моя грядка, как будет выглядеть грядка Наталья. На самом деле, выглядеть не будет одинаково. В этом-то и суть нашего спора. Единственное, что способы возделывания у Наталья одних, у меня другие. Ну а прежде чем увидеть наши грядки, давайте посмотрим на то, как они изготавливаются. Ну вот, собственно, наши клумбы, находятся они вот здесь. Ну а то, как выглядят эти грядки, как их правильно собрать, нам расскажет представитель компании Ренат. Он находится рядом. Ренат, прошу вас пройти сюда. Ответьте мне для начала на один вопрос. Чем ваша продукция уникальна и действительно ли она легка в применении? Наши конструкторы разработали несколько типов углов разных 45-60 градусов, 90-120-135. Эти углы позволяют максимально расширить спектр нашей продукции и собрать фактически любую форму на нашем участке. Если ромб захочу. Не вопрос. Вы можете собрать ромб, трапецию, шестиугольник, квадрат. Хотите, можете собрать лицо любимой женщины, трансформеры, все что угодно. Вот заходите в интернет, находите какой-то орнамент. Если он вам нравится, его можно практически состыковать из тех элементов, которые мы поставляем. Все, кроме круга. Ренат, я как ведущий в этой программе представляю еще и огородника. У меня роль консервативного огородника. И как консервативный огородник я помню, что раньше клумбы огораживали просто обычными досками, которые со временем сгнивали. Приходилось менять, делать новые ограждения. Соответственно, у меня вопрос. Ваши клумбы, насколько долговечны и насколько они требуют вообще ухода какого-то? И требуют ли вообще? Наша продукция делается из металла. Металл оцинкованный и покрыт сверху полимерной краской. Несомненно, одно из преимуществ всего этого дела – это универсальность и быстрота в сборке. Давайте уже покажем, что находится в этих коробках. Мы старательно запаковывали все это железо для того, чтобы оно в целости и сохранности доехало до потребителя. Это неизбежно, потому что в процессе транспортировки могут происходить неприятности в транспортных компаниях. Но сейчас мы уже с этим закончили, и дальнейшее, надеюсь, будет доставлять нам только удовольствие. Давайте приступим. Для этого нам потребуются метровые борта в количестве четырех штук для каждого квадрата. И четыре угла. Вставляем борт в угол. Как все подогнано четко. Казалось бы, железяки, а нет. Миллиметр вправо, миллиметр влево и пожалуйста. Вот эти борта, они должны подходить как раз к углу, чтобы стык-встык у нас все было симметрично. Ну что ж, мы с Ренатом уже готовы презентовать то, что собирали буквально несколько минут. Вот такие у нас получились клумбочки. Пока они в разобранном, естественно, состоянии. Ну, Ренат, я думаю, сейчас сам скажет, что ждет эти клумбы в дальнейшем. Да, конечно. Пока мы собрали ту схему, которую предполагали, что нам предстоит. Нам предстоит выровнять поверхность, на которой будут стоять эти клумбы, установить их, скрепить колышками с землей. В углах есть вот специальное отверстие, позволяющее закрепиться. И, соответственно, в местах, где происходит соединение, и возможно, что земля может выдавить борта наружу, мы поставим вот такие специальные стяжки. Они стянут нам борт и не дадут этому случиться. Понесем уже наши грядочки на наш дизайнерский огород. Не могу нарадоваться своей грядке. Но, кстати, хочу заметить, соревнуемся мы не только в том, чей урожай будет больше и богаче, но еще в том, на чью грядку меньше всего уйдет денег. Ну, давайте посчитаем, сколько было потрачено сегодня на грядку Натальи, и сколько денег было потрачено на мою грядку. Итак, на обработку участка от клещей мы с Натальей потратили около 300 рублей. На формы для грядок мы отдали 11 тысяч рублей. А вот ткань от сорняков нам обошлась бесплатно, осталась от прошлых строительных работ. Дополнительных расходов ни у меня, ни у Натальи не было. Так что делим все получившееся напополам. Получилось по 5650 рублей. Ну что ж, первый день подходит к концу, и мы с Натальей обходим владения свои, точнее наш маленький дизайнерский, но огород. Пусть он и маленький, но работа здесь проделана колоссальная. Ну, как я считаю, ты как дизайнер, так же считаешь? Я согласна абсолютно с тобой, Сережа, да. Ну, какие ты оценки простаешь нашим сегодняшним работам? Что сделано и что еще предстоит сделать? Работы проведены вообще колоссальные. Мы вскопали участок под огород, мы выровняли всю землю, мы собрали грядки, мы накрыли от сорняков. То есть мы на сегодня сделали всю основную работу. Нам останется засыпать почвогрунтом наши грядки, добавить удобрения и высаживать растения. Ну и в конце концов мы обрисовали наши с тобой грядки, которые будут соперничать. Как раз сейчас мы находимся в Наташиной грядке, моя, напомню, находится там. Ну, а то, как там будет появляться почва, то, как будет появляться удобрение. У Наташи, естественно, будет высокотехнологичное удобрение, а у меня, скорее всего, обычный чернозем или навоз. О том, как будут появляться саженцы и рассада, вы увидите в следующей программе. А на сегодня у нас все. Спасибо большое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!